Добровольцы 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 Поэтому вот здесь с точки зрения Юридической разницы, конечно, есть А с точки зрения Идеологической, так сказать? С точки зрения идеологической Разницы, наверное, нет Вопрос в том, что и те, и те Выполняют достаточно правильные вещи Есть сейчас В современном обществе появилась такая фраза Тренд на добро Она выражается абсолютно во всем И начиная от помощи пожилым людям Заканчивая, не знаю, там Приют Ласка помощь с домашними животными. Достаточно большой спектр работы волонтеров, добровольцев. Поэтому практически по всем направлениям город Барнаул представлен в рамках реализации волонтерской деятельности, начиная от волонтеров-медиков, которые, безусловно, являются, наверное, наравне с нашими врачами-героями сегодняшнего времени, которые подхватили акцию «Мы вместе» и, собственно говоря, ее успешно реализовывают. Только в рамках тех пандемических мероприятий, которые происходят на территории нашей страны, в городе Барнауле силами волонтеров-медиков было отработано больше двух тысяч заявок. То есть за каждой заявкой стоят одинокие и не только одинокие пожилые граждане города Барнаула старше 65 лет. То есть это вот та существенная помощь, которая оказана в рамках только этого года. Ну и помимо этого, безусловно, это и волонтеры Победы, которые отрабатывают достаточно большой пласт работы в рамках празднований 75-й годовщины, и не только 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. То есть вообще пять лет назад в городе Барнаула была принята концепция развития волонтерской деятельности, и на уровне администрации было принято решение о том, что волонтерская деятельность будет осуществляться на территории города Барнаула в круглогодичном режиме. И это приносит свои плоды. Мы все порой, я думаю, считаем, что время от времени делаем добрые дела. И сложно сказать, сколько у нас в городе добровольцев, волонтеров, людей доброй воли. Тем не менее, есть же какие-то официальные цифры. Насколько массово у нас представлено это движение? Движение представлено достаточно массово. Массово у нас 23 организации высшего и профессионального образования на территории города Барнаула. В каждой образовательной организации существует волонтерский отряд. Если говорить в численном эквиваленте, то это более 2,5 тысяч активных, неравнодушных молодых ребят, которые каждый день готовы подтверждать свой статус, что они волонтеры, что они добровольцы, и готовы прилагать свои добрые усилия на развитие и города, и жителей города Барнаула. Махмуд Джон, вы официальный волонтер, да? Официальный волонтер, да. Можно же все время свободно на себя любимого тратить. Зачем вы пошли в волонтерство? Расскажите, объясните. Я давно мечтал стать волонтером. Насмотрелся своему одногруппнице, с которой мы вместе учимся. Она руководитель волонтера-медики Алтайского края. Ну, заместитель руководителя, Лидия Найданова. Так, попросил у нее, чтобы они взяли меня в команду. Потом, когда в марте 2020 года я стал волонтером. Понял, что уже пора начинать помогать людям. Тем более, началась вот пандемия. Давно об этом я мечтал, чтобы помочь людям, но организации не было на базе именно медицинских направлений. Я был очень рад. Началось волонтерское движение у нас. Помогли каждый день, отрабатывали заявку. Было очень прекрасно. И дальше сейчас тоже работаем в таком же темпе. Очень прекрасно. Расскажите чуть-чуть подробнее. Вы кто по будущей специальности? По будущей специальности я хочу стать нейрохирургом. В чем заключается вот ваша волонтерская работа? Что вы делаете? Расскажите. Наша волонтерская работа включается в том, что к нам в штаб появляются заявки. Мы заявки отрабатываем. То, что надо. Волонтеры штаба, они звонят им и спросят, что надо. Какие продукты, лекарства. Списку приготовим. И волонтеры выездной группы, они уже поедут с машины, купят продукты, лекарства и доставляют. Как часто приходится ездить? Я сам каждый день 10 или 11 заявок самостоятельно отрабатывал. И в таком количестве работаем в темпе. Уже со многими, наверное, подружились. Да, волонтерская деятельность у нас очень прекрасная. Я очень благодарен за волонтерскую деятельность. Я поступил туда. Нашел много друзей, знакомых. Это очень приятная такая организация. Я благодарен за то, что помогаю людям, которые нуждаются в помощи. Это хорошо. О конкурсе «Доброволец России». Расскажите, пожалуйста, как давно он проходит. Почему победа в нем столь почетна? И что участие в нем, и особенно победы, дает ребятам? Конкурс «Доброволец России» проходит уже 10 лет. Очень известное мероприятие. С одним словом, можно сказать, что такое мероприятие очень хорошее, что когда увидите, участвуете в нем, вы само по себе задаете вопрос, что то, что мы делали, делаем и будем делать, оно не просто не зря ушли от нашей труды. Там оценивают нас, благодарность, признание, победа прям лучше. Ну, здесь, наверное, можно еще добавить, что все 10 лет конкурс «Доброволец России» проходит под эгидой управления делами президента Российской Федерации. И, скажем так, от каждого региона поступает не одна заявка. Если говорить только по этому году, то больше тысячи заявок поступило. И понятно, что есть под номинацией, но конкретно вот в данной номинации «Добрые дела» было около 300 заявок, и занять первое место, ну, безусловно, наверное, это почетно. То есть отбор такой... Ну, существенный, и более того, изначально, когда после первой волны пандемии в России подводили промежуточные итоги волонтерской и добровольческой деятельности, в том числе и по акции «Мы вместе», которая успешно реализуется во многих субъектах Российской Федерации, Алтайский край вошел в пятерку самых продвинутых регионов по реализации данного проекта, в частности, по реализации проекта «Волонтеры-медики». И вот я думаю, что, наверное, и это тоже помогло занять лидирующие позиции на уровне Федерации, ну, а непосредственно опыт, который ребята накопили за полгода взаимодействия, за то время, что они делают «Добрые дела», помогло в конечном итоге занять почетное первое место. Ну, это здорово. – Какие еще проекты барнаульских волонтеров были отмечены? – Барнаульские проекты с нами еще участвовали, Александр Чашин, он тоже занимал первое место, еще и Юлия Долженко, говорит волонтер, у него такой проект, второй место, еще у нас Наталья Демьянова, помощь животным, она тоже заняла второе место. – Вообще, Алтайский край на фоне других регионов, как у нас выглядит в плане побед? – Ну, здесь, знаете, нужно, наверное, говорить не о победах, а о том, какое количество мероприятий наши волонтеры оказывают в течение года, и качество этих мероприятий в конечном итоге на уровне Федерации подтверждается первыми, вторыми, третьими местами. Но хотелось бы отметить, что, в принципе, как только вообще проект по добровольчеству в России запустился, ну, 10 лет назад, Алтайский край был первым регионом Сибирского федерального округа, который включился активно в эту работу. И все мы прекрасно помним, что на базе педагогического университета был основан самый первый ресурсный центр подготовки волонтеров и добровольцев. И каждый год, начиная от Олимпиады в Сочи, универсиады в Красноярске, Кубки мира по гребле, наши ребята, волонтеры победы, наши ребята достаточно активно и мощно показывают себя на уровне федеральном. Но что говорить, если в рамках года волонтера и добровольца в 2018 году волонтеры победы, Барнаульский штаб, Всероссийская общественная организация, волонтеры победы, по версии Общественной палаты Российской Федерации, это вообще независимая организация, где собраны как раз-таки общественники, которые могут дать достойную оценку тем проектам, которые были представлены. Город Барнаул занял третье место в стране. Это вот, если говорить в рамках волонтера, да вообще, каждый год наши ребята успешно подтверждают на федеральном уровне статус. И это уже стало таким, наверное, брендом, да, я волонтер Алтайского края, города Барнаула. Стройотряды наши, одни из лучших, да, в стране волонтеры одни из лучших? Ну, народ у нас один из лучших в стране, поэтому, а молодежь самая здоровская, самая креативная. И несмотря на то, что есть такое мнение, что иногда нужно молодежь там поругать, да, на самом деле я горжусь тем, что наши ребята настолько классные, настолько продвинутые. Они не боятся реализовывать себя, и это видят другие регионы, это видит федеральный центр, и это здорово. Поэтому благодаря этим ребятам, наверное, и молодежная политика, она интересна. Ох, послушал, вот прямо же захотелось в ваши ряды. А могу? Кто может? Отбор может какой-то? Может возрастной ценз, еще что-то? Нет, возрастные там ограничения нету. Надо просто регистрироваться в волонтеромедики.рф, и с вами свяжется координатор. Что надо, как они сами скажут. Проектов у нас много. Можно реализовать свои личные проекты. Еще у нас на базе по направлению есть самопросветительная работа, донорство. Еще у нас можно первую помощь оказать. Поэтому тоже учат, тоже такое направление у нас. То есть если чего-то не умеешь, но хочешь, тебя научат. Научат, да. И дадут возможность. Потому что волонтерская деятельность, это тем более медицинская. Вот волонтеры-медики именно направление. Но можно научиться многое. По всем остальным направлениям сайт доброволец.рф. Регистрируйтесь, вам будет присвоен персональный ID-номер. На вас также выйдет региональный представитель. То есть по каждому из направлений. Не только по молодежи. Есть у нас и волонтеры серебряного возраста, которые очень востребованы сейчас. Поэтому, пожалуйста, ждем всех желающих. Добрые дела никогда не заканчиваются. Если кратко, что-то за свои добрые дела люди будут получать? Напрашивается такой вопрос. Может быть, если студент, то какие-то баллы дополнительные и так далее. Есть ряд, скажем так, бонусов, которые помогают добровольцам более уверенно себя чувствовать по сравнению с другими гражданами. Но первое, безусловно, это то, что если у вас есть книжка добровольца, и в ней прописаны часы, которые добровольц отработал, они официально подтверждены. Соответственно, при поступлении в высшие учебные заведения даются дополнительные баллы, которые во многих случаях успешно помогают поступить именно на бюджет в образовательную организацию. Помимо этого, уже если вы являетесь студентом образовательной организации, существуют дополнительные бонусы для получения повышенной стипендии. Ну и, помимо всего прочего, безусловно, это один из, скажем так, факторов для получения в том числе и государственных наград. Поэтому тренд на добро он есть, мы ждем всех желающих. Все будет здорово, если наша молодежь, да и не только молодежь, будет активничать именно в этом направлении. Спасибо, друзья. Спасибо вам. У нас в гостях были Владимир Гудков, председатель Комитета по делам молодежи администрации города Барнаула, и Махмуджон Эргашев, волонтер, один из победителей конкурса «Доброволец России». Всего доброго. Спасибо. Спасибо.